Всем здрасте! Какая-то лаборатория на коленках. Вот такая картина здесь, как будто чистящее средство какое-то. Пять из пяти. Так это же вообще гениально! О-о-о-о! Давайте, пожалуйста, вы видите хоть какую-то вообще разницу? Пустая трата денег. О-о-о! Привет, красотка! И сегодня, как вы поняли по названию, мы возвращаемся в прошлое, потому что видео из подобной рубрики я не снимала два года плюс. Та-дам! Кто успел забыть или кто может впервые на таком видео на моем канале, в этом видео я делаю обзор косметики из магазинов, которые не особо специализированы на косметике. То есть я не делаю обзор из золотого яблока, я делаю обзор из фикс прайс или из галамарта. Еще у меня была идея сделать обзор косметики из распечати, но что-то я не решилась. Как вы понимаете, косметика оттуда самой низкой ценовой категории, наверное. У меня есть чек, все доказательства. Сегодня я озвучу. Кстати, общая сумма всего, что я купила, 1468 рублей. Сейчас хороший тональник, в принципе, может стоить столько. В этот раз, можно сказать, фикс прайс меня порадовал, потому что разнообразие, во-первых, увеличилось. Сейчас на моем лице ничего нет, кроме туши. Тушь специальная нанесла для кое-какого продукта, который будет с ней справляться. А так, мое лицо абсолютно чисто и невинно, и готово ко всякого рода экспериментам. И первое, с чего мы начнем, и чему я, честно скажу, удивилась встретить такой фикс прайс, это хлопковые диски для лица, многоразовые. Я как-то на канале уже делала обзор многоразовых хлопковых дисков, как замена или альтернатива обычным ватным дискам, потому что такие диски можно стирать. А мы с вами, девочки, тратим, ну и мальчики тоже, наверное, очень много одноразовых дисков. 99 рублей. Очень хорошая стоимость, потому что я подобные покупала тоже комплекты из 7 или 10, свыше 100 рублей точно. Вот так они выглядят. Очень мягонькие такие. Мне сейчас как раз-таки хочется проверить, как они справятся с моей тушью. И не то, что даже как они справятся. Понятно, что это обычная ткань, справляться будет мицелляркой, которую я с собой взяла. То, как мои глаза себя будут чувствовать, потому что некоторые ватные диски, по моему опыту, очень грубые вообще для такой части лица, как глаза. Ну и в целом натирать даже кожу лица иногда мне прям не очень. Приятнее взять обычный ватный диск. Но знаете, что я хочу сказать? Здесь такой материал, он как будто синтетический. Интересно, какой здесь состав? 100% хлопок, окей. Предназначены для снятия макияжа, нанесения тоников и лосьонов. Что касается меня, кстати, я ватными дисками только пользуюсь для снятия макияжа, потому что любые тонеры или тоники я наношу руками. Я поняла, что это, во-первых, проще, быстрее. Зачем тебе ватный диск, чтобы смазать лицо, если ты можешь просто вот так попшикать? Или, например, у меня вот такой тонер есть. Я просто его наношу на руку, пальчиками распределяю и супер... Прикладываю к веку. Я обычно просто немного жду, не сразу начинаю тереть, чтобы мицеллярка, так скажем, распределилась по ресничкам. И через некоторое время уже убираю. Ощущения максимально мягкие, скажу я вам. Очень приятные. Как будто мягонький ватный диск. Интересно, при какой температуре их надо стирать? При 60 градусах. Потому что я подумала, если вдруг 30, то вряд ли при холодной воде можно будет отмыть всю тушь. В принципе, одного диска вообще хватило на два глаза, потому что диск достаточно большой. Кстати, надо посмотреть в зеркало, которое я, конечно, не взяла. Я максимально довольна. Прям идеально. И ватный диск, точнее хлопковый диск такой большой. 100% хватило бы еще вот эту сторону для того, чтобы снять весь тон с лица. И губы помаду, скорее всего, тоже бы стер. Мне очень нравится. И мне очень нравится их цена. Еще прикольный очень такой кейс, в котором, в принципе, можно даже их стирать, я так думаю. Потому что у меня для стирки таких дисков специальная сеточка есть. Переходим к уходовым процедурам, девочки. Прямо сейчас мы с вами сделаем вот такую маску для лица. Это называется криотерапия. Крио это, по-моему, типа замораживание. Есть такая процедура даже в холодильник, когда тебя помещают. По твоей боли, конечно же. И холодом идет вот эта процедура, терапия. Когда там клетки обновляются, это очень полезно для нас. Застывает. Ой, она застывает. Под маску рекомендуется нанести концентрат или сыворотку для усиления ее действия. В принципе, я думаю, подойдет мой концентрат. Как раз концентрат. Мы не договаривались, если что. Это концентрат. Ее называют пептидка в своих кругах. Обожаю этот продукт. В принципе, он и как тонер, и как сыворотка работает. Маску развести холодной водой до консистенции густой сметаны. Добавить 45-50 миллилитров воды. В этом стаканчике где-то 200 миллилитров, да? О, 200 миллилитров. Все подписано. Значит, нужна четверть. Да, где-то так. Еще стакан расширяется. Геометрия. Что-то мне подсказывает. Это как будто альгинатная маска будет. Внутри такой порошочек. А еще, очень кстати, мы потестим вот такой как раз-таки продукт из фикс прайса. Также для нанесения маски. Это вообще очень прикольная штука. Стоимостью 99 рублей. И она двухсторонняя. С одной стороны у нас такая щеточка для очищения порок, как написано. То есть любым гелем, например, можно вот так помочь очистить кожу. И очень приятное, скажу я вам, нажатие. То есть она не дерет кожу. Если это делать, кстати, по массажным линиям, то это еще и массаж. Обратная сторона. Это такая лопаточка, как раз-таки которой мы будем сейчас замешивать маску и наносить ее. Какая-то лаборатория на коленках. Пахнет, если честно, не очень. Как будто чистящее средство какое-то. Ну, знаете, типа Pemalux. Она написана. Не содержит парабенов, силиконов и минерального масла. Лопаточкой нанесите толстым слоем на лицо и шею. Ну, извините, я сегодня без шеи, наверное, потому что у меня свитер. И через 20 минут. 20 минут мне так сидеть. Ну, чтобы я могла с вами говорить, я, наверное, губы все-таки оставлю. Нормальная такая консистенция. Похоже на густую сметану, я надеюсь. Ой, давно не было таких экспериментов у меня на канале. А вот зеркало как бы очень здорово было бы иметь. К слову, лопаточка, которую я наношу, достаточно удобная. Дома у меня для нанесения масок не лопатка, а кисточка. Мне очень нравится моя аккуратность. За все это время я ни разу не капнула ничем. Абсолютно. На брови, мне кажется, тоже не надо заходить. Потому что кто знает, насколько это все застынет, да, через 20 минут. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, девочки, девочки. Осталась половина маски. Еще на одного человека хватит. Так что, знайте. Можно делать вдвоем с подругой или с мамой. Может, я, конечно, недостаточно толстый слой нанесла. Слушайте, началось охлаждение. Я сейчас почувствовала. Это, наверное, какой-то химический процесс. За это время можно, кстати, потестить следующий продукт. Он как раз для той области, которая у нас сейчас свободна. Это крем масла для губ. Народные рецепты. Состав-то очень даже хороший. Тут и масло какао, пчелиный воск, масло ши, масло оливы. 55 рублей. Вкусненько пахнет облепихой. Интересно, что сама помада, сам бальзам, точнее, не имеет формы, как обычно, знаете, такой скошенный. И прям так жирненько чувствуется, знаете. Он не суперлегкий, воздушный. А это хорошо. Но лично для меня, потому что губы у меня проблемная зона зимой. Что могу сказать? Мне нравится. Мне пока что все нравится, что я пробовала. Давайте совместим приятное с приятным. Мы можем с вами потестить также рукавички для рук. Это очень такая питательная маска. СПА-перчатки называется. Ультра-омоложение. Что надо сказать? Удивительно. Мне нравятся составы в этот раз всех уходовых средств. Они реально какие-то адекватные для фикс-прайса. Это вообще корейская маска написано. Нужно вымыть руки и высушить их. Ну, в целом, они у меня чистые. Надеть перчатки, зафиксировав их при помощи наклеек. Там есть наклейки. Помассировать для равномерного распределения состава по коже. И оставить для воздействия на 15-20 минут. Как раз я запомнила сейчас ощущение своих рук. Это тоже моя проблемная зона. Мне кажется, в целом, все тело у меня проблемное. В плане сухости очень сильно я реагирую на отопление. Несмотря на то, что умазываюсь всеми маслами мира. Вот такая картина здесь. Стоимость 79 рублей. Вот так вот я надеваю. Там так хорошо все увлажнено. И чтобы ничего не пролилось, мы закрываем как раз-таки наклейкой. Вот таким образом. Вот знаете, я не снимала два года подобных видео. Я вам скажу, что точно сильно изменилось. Ощущение какой-то дешевизны нет. Ну, то есть, ощущение того, что, а, ну это фикс прайс, все понятно. Дизайны мне нравятся. Мне нравится, как все красиво упаковано. Как все оформлено, понятно. Все вот эти наклеечки. Обычно, если дешевле, то как-то меньше все продумано. Здесь я такого не вижу. О, мне нравится. Знаете, видео какое-то у меня спа, правда. Полноценный какой-то уход. Прямо то, что, кстати, надо перед поездкой. Мы меньше, чем через неделю улетаем на месяц в Мексику. Лететь 14 часов с ребенком. Когда выйдет это видео, кстати, скорее всего, мы уже прибудем. Поэтому переходите в мой инстаграм. Там я точно почаще. Интересно, будет реагировать айфон на... О, реагирует. Так это же вообще гениально. То есть, ты можешь делать что-то даже. Я вот песенку включу какую-нибудь. Итак, прошло 20 минут. С момента, как я нанесла маску, я могу снимать уже перчаточки. Потому что им хватило 15 минут. Что могу сказать? Мягонькие ручки, увлажненные. Мутикула тоже увлажненная очень. В общем, хорошая такая спа-процедура для рук. Я, кстати, ходила на подобную процедуру именно в салон. Просто мне сделали маникюр. И оставалось время. Я такая, давайте еще сделаем вот такую красоту. В целом, я не вижу вообще разницы. Не обязательно куда-то хотите. Так, теперь наша маска. Вот эти зоны уже тверденькие. В инструкции было написано намочить края маски, чтобы подцепить. У нас как раз есть хлопковый диск. Ой-ой-ой. Ну, как-то все уходит, но не единым пластом. В инструкции было написано, что все снимется одним разом. О-о-о-о, большой-большой кусочек пошел. О-о-о, пошло дело. Наверное, я мало подождала. Если будете делать эту маску, ждите дольше. Потому что вот здесь прямо все кусочки отваливаются. Просто как штукатурка у меня в школе кусочками отпадает. Я к вам возвращаюсь спустя минут семь мучений. Я все это соскребала с лица. По ощущениям, сейчас у меня кожа такая прохладненькая и более мягкая. Вообще, наверное, зря наговорила на маску. Потому что вот что случилось с остатками через какое-то время. Она вообще очень плотно затвердила. Наверное, просто мне надо было дольше держать ее на лице. И тогда бы она хорошо сошла. И следующий наш продукт, который я буду тестировать, это BB-крем. BB-крем, я напомню, это не тональный крем по плотности. А как будто бы крем, смешанный с тональным кремом. То есть более такой увлажняющий. И я решила состав отправить моему косметологу, чтобы она дала какие-то комментарии. Заранее ей не говоря, что это фикс прайс. Потому что могли бы быть предубеждения у нас у всех. И она мне ответила, что можно таким пользоваться, все ок. Но забивать поры он может, если пользоваться каждый день. Поэтому она не советует его на каждый день. 79 рублей. Это, наверное, продукт номер один, который я купила. Потому что это то, что я действительно буду использовать. Даже если этот сам бьюти-блендер не очень, спонж. Я буду использовать вот этот контейнер. 149 рублей. Вместе с футляром. Вот такая форма у спонжа, скошенная. Твердоват немного. Но мы, конечно, сейчас еще его опустим в воду. Одну сторону лица я покрою с помощью спонжа. А вторую с помощью вот такого спонжа. Это ананас, который делится на много-много таких спонжей. И мне кажется, если честно, что они одноразовые. Потому что вряд ли их можно будет мыть. Вот так это выглядит. Листик был отдельно. Вот так вот. И это все маленькие спонжики, которые нужно вот так отделять. И вот так наносить. Видимо. Отдушка максимально приятная. Очень такая легкая. Если сравнить, например, с моим Clorans. Ну да, у Clorans, конечно, намного более такая дорогая отдушка. Здесь напоминает просто обычный крем. Бархатные ручки. Сам спонж, он твердоват все-таки. Вот от каждого нажатия, по сути, должна чувствоваться мягкая пружинка. Здесь я не чувствую мягкой пружинки. Я чувствую просто постукивание скорее, чем похлопывание. А еще я вообще не заметила, что что-то изменилось. Интересно, справится ли он с небольшими покраснениями у меня на лбу? Замаскирует ли что-то? Нет, ну правда, вы видите хоть какую-то вообще разницу? В дело идет ананасик. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, пользуетесь ли вы таким спонжем. Видите, здесь у меня есть покраснение. И на носу немножко. То есть он вообще ничего не делает. Он не перекрывает ни на чуть. Может, я со стороны слишком строга? Напишите, пожалуйста, что видите вы? Но вот таким спонжем я не стала бы пользоваться в жизни. Чисто здесь, наверное, субъективное мое мнение и мое удобство. Потому что я очень люблю кисть. Самая моя удобная кисть это Real Techniques, с которой уже 3 года, наверное, ничего с ней не происходит. Идеально ею наносится тон. Да, вот такие спонжи в виде яйца мне тоже нравятся, но мне не нравится их долго мыть. Очень долго. Короче говоря, мой вердикт такой, что бибикрем вообще полная туфта. Просто потому что его нет. Спонж неплохой. Я бы 4 из 5 поставила ему. Но благодаря вот этому органайзеру он набирает 5 из 5. Ну и ананасик я тоже считаю, что просто пустая трата денег. Но мы не расстраиваемся с вами. Это еще не конец. Потому что у нас есть вот такая классная подводка. Классная по первому моему взгляду. Потому что кончик у нее очень выглядит удобно. Как у моей одной из любимых подводок от Maybelline. Подводка фломастер, которая стоит 79 рублей, девочки. Просто когда забыл дома зеркало. Ого! Очень хорошая. Она очень четкая, яркая. Нет никаких торчащих у нее волосков. Она прям тоненькая-тоненькая. То есть там, где нужно нарисовать очень тонкую стрелочку, она очень хорошо работает. Единственное, чуть-чуть суховато, как по мне показалось, знаете, в каком плане. Ты когда наносишь раз, хочешь пониже потом пройтись, она прям быстро засыхает. С одной стороны это хорошо. Но с другой стороны мне как будто не хватило чуть-чуть влажности от нее. Посмотрим еще, как долго она будет держаться сегодня. Очень меня удивила подводка. И в фикс-прайсе было две туши. Одна, кстати, по своей упаковке, если так вот издалека, похожа на мою любимицу от Vivienne Sabo. Но нет, это Eyes Extra. Тушь для ресниц черная. Вторая обещает волшебный объем. И у меня как раз есть два глаза, чтобы потестить две эти туши. На первый взгляд выглядит немного суховато. Здесь, конечно, как будто она уже вот все, ее выбрасывать. Она очень сухая. Она делает еле-еле что-то. Для меня вот это, это вообще ничего. 55 рублей. Ну как бы за 55 рублей я все понимаю. 79 рублей. Она уже намного лучше вообще выглядит. Вышла она так прям эффектно. Чувствуется, что она не сухая. Ну уже как бы с первого взмаха все понятно. У нее как минимум есть порох в пороховницах. Разделяющая. Очень достойная тушь, правда. Ну и наша вишенка на торте. По цвету точно. Это единственный продукт, который был в фикс прайсе для губ. Вот именно такого цвета. Это именно блеск для губ. Не матовая помада, не просто помада, именно блеск. Цена 79 рублей. Я пока не глядя в зеркало, нанесу. Пахнет шоколадом. Что это вообще такое? Мне кажется, за всю историю моей косметики у меня никогда не было такого цвета. Мне кажется, такого качества тоже, потому что это что-то очень странное. Неоднородно вообще наносится, с какими-то катышками. О, май гаад. Всем здрасте. Замечательно. Еще на зубы отвечаться. На самом деле, даже если был бы другой цвет, само качество блеска прям не очень. Он как-то многослойно наносится. Притом каждый вот этот слой виден. Благополучно все это стираю. Вот так идеально. Закончить. Хорошая подводка, хорошая тушь. Би-би-крем, который абсолютно не заметен на лице, но и ладно. А так, в общем и целом, этим обзором я довольна. Ааа, последний, девочки, продукт. Я забыла про тигра. Он у меня лежал просто в углу. Это смягчающий крем для рук. Давайте, пожалуйста. 99 рублей стоит. У меня, конечно, очень уже мягкие ручки. Ой, а пахнет он так приятно. Как жвачка лавис. Но он легкий по текстуре. Сразу чувствуется, что это не супер питательный на зиму, а скорее легонький. Но запах прям вообще. Вау. Мне кажется, его дизайн, то что как бы тигр, год тигра. Часто покупают к Новому году как подарок. Покупали уже конец января. Ну, а вы обязательно в комментариях напишите, как вам возрождение этой рубрики. Хотелось ли бы еще каких-то обзорчиков. Если да, то пишите идеи, откуда. А я вас приглашаю в свой инстаграм, потому что сейчас я там буду почаще. И благодарю за просмотр. Пока.